Неладные родители четвероклашек заподозрили, когда их дочери начали спорить на религиозные темы и даже ссориться с подругами из-за того, верят они в Бога или нет. Поговорив с детьми, выяснили, классный руководитель Мария Ивановна Шашкова, то и дело на уроках отклоняется от темы. Как можно было вместо урока провести молитву о покаянии, сказать детям, идите вы переродились, а пусть родители купят торт, отмечайте второе рождение. Вместо тортика родители купили детям диктофон и попросили записать проповедь учителя. Оказалось, рассуждать на божественные темы она могла по несколько академических часов, так, что в расписании уроки родной речи, чтения и счета можно было смело заменять на один экзорцизм. Бесы не имеют тела, они входят в человека, им входят. Если вы их приглашаете, то они приходят. Они как углованы. Выйти они могут, они не хотят выходить из человека. Они большим трудом выходят, когда их во имя Иисуса изгоняют, и когда приказывают им, когда человек отказывается, они только тогда не могут вступить. И кто не держится. Им ничего не хорошо в теле человечества. На уроках преподаватель начальных классов делилась и собственным опытом, как Бог спас ее семилетнюю из реки. Вот и детям говорила, никто не поможет, кроме Всевышнего. Для того, чтобы порассуждать на тему религии, у учителя есть всего один урок. Основа религиозной культуры и светской этики. Курс «Православие», «Буддизм», «Ислам» или «Светская этика» выбирают родители. И здесь они, кстати, остановились на последнем варианте. Как выяснилось, для себя учитель выбрала курс, не предложенный образовательной программой «Протестантизм». Она является приверженцем церкви «Новое поколение». И на уроках рассказывала именно об их учении, призывая, к примеру, отказаться от икон. Одна из девочек ходила в школу с образом святой Матроны. И вот Матроны, эти иконы, ну держите вы их, ну молитесь вы дома иконам. Зачем вы их в школу несете? Я говорю, вообще-то спасает человека Бог. Матрона, говорю, это та же святая женщина, которая истинно всем сердцем служила Богу. Как мы можем человеку поклоняться? Мы должны поклоняться только одному Богу. Директор школы утверждает, была не в курсе. Родители пошли с жалобой сразу в администрацию города. В управлении образования начали проверку. По итогам уже будет принято некое решение о дальнейшей профессиональной деятельности этого педагога. Но решение о ее судьбе будет принимать и директор школы, поскольку именно школа является для нее работодателем. Но вслед за жалобой на учителя чиновникам поступило еще одно письмо в его защиту. Проповеди педагога привели к открытому конфликту между родителями учеников четвертого класса. Учебному процессу это едва ли поспособствует. Сергей Сыркин, Виктор Мельник, Юлия Домбаева и Евгений Матвеев. Телекомпания НТВ. Красноярский край.